На Южном Урале, в городе Миас, неизвестные разрушили местную достопримечательность Фонтан на проспекте Макеева. Обсуждая произошедшее в соцсетях, горожане грешили на малолетних вандалов, пока не появилось видео с камер наблюдения. Разрушительницами достопримечательности оказались три взрослые, вполне половозрелые девицы, а в особенности одна из них, взгромоздившаяся на хрупкую конструкцию для эффектного фото. Директора ТАУ Иннокентия Шеремета эта новость буквально полоснула ножом по сердцу. В так называемом Машгородке, северной части Миаса, прошло детство, отрочество и большая часть юности Шеремета. В этом фонтане, в сквере ракетчиков, будучи карапузом, Шеремет отмокал каждое лето, здесь же добывал первые свои деньги. Справедливости ради, надо сказать, что сломанный несколько дней назад и юными десантницами фонтан не совсем тот, что был построен в Миасе в конце 50-х. Тот был несколько массивнее, ну или это так казалось, маленькому Шеремету. Копия же того советского, выполненного в стиле сталинского барокко, не знаем, был ли такой стиль фонтана, была воссоздана в Машгородке только в 2017 году и пришлась по душе уже нынешним юным Миасцам и их родителям. Вот только с надежностью новой конструкции как-то сразу не задалось. Уже через год, также в декабре, какие-то подростки свернули ему голову, самую верхнюю декоративную бетонную часть конструкции. Но поскольку фонтан еще был на гарантии, подрядчик реконструкции тогда заставили восстановить конструкцию за свой счет. Летом 2020 года фонтан в Миасе вновь пришлось закрывать на ремонт, когда мусор, скопившийся в чашу фонтана, забил и поломал крыльчатку насоса. Однако нынешняя его поломка, пожалуй, самая катастрофическая. Часть бетонных деталей архитектурного сооружения при падении разбилась. Другая часть имеет заметные сколы. Непонятно, как уцелела сама девушка, ставшая виновницей этого разрушения. К сожалению, в видео, попавшем в интернет, почему-то отсутствует фрагмент самого падения. Вот девица позирует без пальто на вершине фонтана, а вот уже в пальто выбирается из-под бетонных обломков. Полиция начала розыск хулиганки и обратилась к местным жителям с просьбой опознать девицу. Между тем, в тот же самый день, когда в интернете появилась информация о поломке одной достопримечательности, в том же МИАСе вполне официально с одобрения городских властей демонтировали другую – памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину с площади труда. Никаких объявлений для горожан, для чего убирается памятник, надолго ли, будет ли он возвращен на место или установлен в другой части города, администрация МИАСа заранее не делала. Только уже после того, как в соцсетях началось обсуждение произошедшего, мэрия заявила, что Ленина демонтировали для обследования. Решение о реставрации и возвращении его на место будет принято по итогам проведенного обследования, внешне довольно ветхого памятника. Или уже не будет принято. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке, во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой. Субтитры создавал DimaTorzok